Большого-большого процветания. Ну, Лидия Александровна здесь с сарказмом сказала. Ну, путёвка мы получали в Новосибирск. Что там, зелёная роща? Но, тем не менее, 6 человек уже из хора отдохнули в зелёной рощи. И сегодня наш подарок будет традиционный. Мы вам даём две путёвки, начиная с февраля месяца в зелёную рощу. Вы пожалели? Пожалуйста, пожалуйста, Лидия Александровна, сегодня мы вам вручаем благодарственное письмо. Написаны здесь самые добрые, самые искренние слова поздравления и пожелания. Вы прочтёте. Вам к чаю. И сегодня я хотела бы сюда переносить имя Натальи Николаевны. Наталья Николаевна. Да, да, да. Наталья Николаевна родом из детства в Калашинске. Здесь жили и трудились её родители. Её замечательная мама, талантливый педагог, руссковед. Наш учитель средней школы номер 2. Она нам даже такие знания дала русского языка, что мы сейчас на отмашь грамотно пишем и стараемся грамотно говорить. Наташенька, мы, вот знаете, память о маме, мы тебя глубоко уважаем, ценим, дорогая, милая. Спасибо, что ты приезжаешь на Калашинскую землю, что ты так трепетно относишься к земле, где ты родилась, выросла, получила образование. Самая светлая память твоей маме. Самая светлая память. Спасибо, для меня большая цель. Спасибо. Наташа, мы знаем, что совсем скоро ты отмечаешь свой, если можно сказать. Нет, не надо. Какое юбилеяние будем говорить? Наташа, это тебе. Это к твоему юбилею. Спасибо большое. Ребята, живем! Живем! Спасибо вам. Мы вас любим, ценим, обожаем. Вы наша гордость. Спасибо. Лидия Александровна. Лидия Александровна. Ну а тебя как мы обожаем? Я не знаю, как мне это. Это твой труд. Труд, умноженный на труд. Еще раз. Лидия Александровна. Браво вам спасибо. Спасибо. Дорогая лидия Александровна, спасибо вам. Спасибо вашему замечательному коллективу. Юлия Львановна, ушла работа прежде всего, но она сказала, малышковый возраст прошел. Из дошкольного образования вы перешли в начальную школу. Аплодисменты. Аплодисменты. Дорогая лидия Александровна, купить слова району профсоюза от комитетов образования здесь, в этой фактике. Еще кто-то хочет сказать какой-то структур? Я сегодня просто вдохновилась вами. Я любила вас всегда, потому что здесь мои педагоги, я всегда знала. Знаете, я единственное пожалела вот о чем. Что я не привела сюда своих детей. Я вот сейчас сижу и мне мысли не дают покоя. Потому что прекрасно, но надо приучать с самого раннего детства. И удовольствие, почтение. Я вас всех люблю, обожаю. А этот незнаменимый человек, я просто не представляю. А эту песню, которую мы с Машенькой, я ее так очень мило называю, режиссировали вместе о женщине России. Мы с ней вместе все придумали уходить и погодить. И чего такое делать. Вот спасибо, Машенька. Приходите к нам почаще. Я вот просто сейчас сижу и понимаю, что ну вот все. Любой концепт поставь и у вас все есть уже. Обычно там мы делаем по-другому, мы что-то просим. А здесь вот все. Я очень рада, что я сегодня красива. Вам процветание, вам энергии неиссякаемую. И сегодня вот вы просто нам подарили свою душу и свои горячие сердца. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Можно я немножко, немного менее нашего Совета ветеранов педагогического труда. Вообще от всего нашего ветеранского сообщества нас тоже много. Более 500 человек. Вот вы настолько великолепны. Вот сижу, откровенно любуюсь, восхищаюсь и горжусь. Как я горжусь! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так что вам огромнейшее спасибо за доставленное удовольствие. Я всеми вами горжусь. А можно я? Не, не архипов не берегу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как я начинаю? Менее юбилейчик. А я юбилейчик? А на самом деле я на краю говорю. А сейчас пока вот так вот. Спасибо вам. Это она специально говорит, что вы готовились к юбилейчику. Хорошо. Вы тут готовились к юбилейчику. Правда. Все вы тут действительно. Ване можно только гордиться. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер всех. Можно я представлю тебя? Я отчества не знаю. Екатерина – это руководитель народного хора «Родные напевы», который будет 8-го числа отмечать сколько лет? 15 лет. 15 лет. Вот так вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Я соединяюсь ко всем словам сказанных в этом зале в ваш адрес. И хочу сказать огромное большое спасибо вашему коллективу. за вашу молодость, за вашу дату, такую маленькую, но она у вас очень творческая эта дата, да? Она знаменательная в вашем событии. Сколько вы песен спели за эти 5 лет? Сколько вы подарили своему зрителю радости, терпения, подарили очень настроение хорошее, да? Эмоций очень много хороших подарили. И за всем за этим стоит наша Лидия Александровна. Спасибо вам большое за вашу музыку, за ваше вдохновение, за ваше терпение, за все. И хочется пожелать вам, вашему коллективу, здоровья сибирского, крепкого, да? И чтобы вы пели очень долго и слаженно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вас не терпите, пожалуйста. Лидия Александровна, дорогая девочка. Друзья, 11 декабря наша епархия, наша церковь начинает рождественские чтения. Они будут посвящены Великой Победе, 75-летию Великой Отечественной войны. Вот у меня огромная просьба. Меня попросили выступить Великая Победа, Великое Наследие. Такова тема будет моего выступления. И, знаете, я его уже построила. Это будет представление живых участников войны. Те, которые жили сегодня. Их осталось, что у нас всего 14 ветеранов Великой Отечественной войны. Я очень прошу, чтобы моё выступление, вы закончили песней, и не помните. Потому что, да, ещё раз, потому что Мария Андреевна, сирота Великой Отечественной войны, она нашла, знаете, я это тоже включаю в своё выступление. И как мне уместно, здорово и значимо, если вы поможете мне здесь поёте. Это будет 11 декабря в начале 11 часов в Комитете по образованию в ресурсном центре. Я благодарна. И смело. Спасибо. От истинных поклонников, от всего зала. Спасибо. От истинных поклонников, от всего зала. Спасибо. 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 И хочется всем сказать. Вот, говорят, в песне – это душа народа. А вот этот хор поет Оду Калачинску, Оду нашей малой родине. И так как они поют о Калачинске, не поет пока ни один хор. У них у всех вторая жизнь. Первая жизнь это семья, дом, муж, дети. Вторая. Они бегут на лебедевки, они едут на концерты, они едут на какие-то встречи, события. Там вообще поездки по разным поселениям. Но самое интересное, когда они выходят на сцену, они преображаются. У них глаза помолодевшие, черти горят, губки алые. И хочется вам, в общем, пожелать крепости Духа. В таких же, такого же блеска в глазах. Божьей помощи вам и вашему руководителю, Лилии Александровне. И хочется сказать из всего зала. Вы нам нужны. Дорогие друзья, я прошу не уходить на секундочку. Владимир Федорович Андреев, сюда вернись, пожалуйста. Владимир Федорович, а ну-ка давай, быстрее, быстрее. Дорогие друзья, а я, вы, одна семья здесь. Мы очень рады, что вы, во-первых, пришли. Большое вам спасибо за внимание. А я хочу сказать, я бы никуда не успевала, если бы меня не возил мой дорогой супруг Владимир.